На доске размером 6х6 двое по очереди отмечают клетки так, чтобы не появились галки из трех отмеченных клеток. Проигрывает тот, кто не может сделать вход. У кого из игроков есть выигрышная стратегия? Кому в эту игру лучше играть, если они оба идеально и хорошо играют, проигрывает тот, после хода которого появился уголок из отмеченных клеток. Доска повторяя 6х6, здесь доска размером 6х6. Играют два человека. Как только возьми уголок из трех клеток, так человек проиграл. Как разумно играть в эту игру? На игру первой есть два способа стратегии. Как шарматы в черно-белой клетке в диагонали. И еще есть. Первую клетку оставляют пустой, вторую закрашивают. Я не понимаю, вы хотите сказать, что обязательно при любой игре выиграете в игру? Нет, в друге, что он будет умно ходить. Отлично. И вы же знаете в игру, что есть трех? Да. Как интересно? Можно липло, хотя бы так. Я говорю, а противник до вас будет ходить как-то в другую клетку? Вы хотите сказать, что вы будете ходить только на черную клетку? Пожалуйста. Но ваш противник может поставить куда-то на белую клетку и все. Нет, я не понимаю. Поиграйте с соседом. Просто возьмите и поиграйте с соседом. Случайно, объявите кто из вас первый, кто второй. И просто поиграйте, можете пересесть. Это замечательно. Мы сейчас играли, я ходил первый, я победил. Ребята, но это факт вашей личной биографии. Я два раза. Более того, вам, кстати, повезло играть, у вас так случилось в семье. А вот, может быть, вы второй раз сыграете, и будет наоборот. А вот надо, чтобы было не наоборот, чтобы вы точно знали, что я его всегда. Получилось такое. Я его обязательно обыграю. Долго лет назад, по малому не хватит, была такая история. Что здесь привел? Был некий мальчик, и вот примерно такую задачу, не эту в точности, но с похожим условием. Я рассказываю, читаю условия, объясняю условия, объясняю условия, спрашиваю, кто победит, и дальше раздается звонкий, громкий на всю аудиторию крик. Я, не тот, кто первый, не тот, кто второй, а победитель, это обязательно я. Почему? Ну, потому что все остальные глупые. Понятно же, да? Вне зависимости от правил игры, вне зависимости от чего все равно победа будет моя. Это, конечно, замечательный артимизм такой, но все-таки в жизни все не совсем так. Знать, кому в эту игру играть лучше. Первому или второму? Да, что? Первому. Почему? Первому лучше. Нет, второму. Как вы это докажете, что вы два раза играли первым, но оба раз выиграли? Другие. Да. У нас почти все было заполнено, и прииграл тот, кто ходил вторым. И заполнено почти все помимо. Ну, это замечательно, а почему так случилось? Все, мне некуда. Да? Потому что в первом, первом проиграется, потому что когда 36 клеток закрашено, уже 37-я, уже точно. Потому что уголовка исчезает только когда... Это только две клетки в диагонали, и нет... Не, 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 не знаю. Компания, между прочим, эта игра не обязательно длится 19 ходов. В том смысле, что 19-й ход трое. Я вам могу привести такой пример. Пусть двое играют в следующий момент. Как вы считаете, можно поставить крестик, чтобы не образовался колок? Вот здесь. Нельзя. А сколько здесь было ходов? Более 12 ходов. То есть после 12 ходов уже ничего не сделаешь. А тут ты проиграл не потому, что нельзя было сходить. А потому что нельзя сходить. Кстати, интересно, а может так быть, что сделали, скажем, 11 ходов, а больше уже нельзя? Да вы проиграли в 19-м ходу. Но это, опять-таки, факт вашей личной биографии. Замечательно. Ребят, в этой игре, когда играют два человека, обязательно один из них проигрывает. Поэтому нет такого, чтобы можно было до бесконечности играть и выигрывать. Нет, обязательно кто-то выиграет, кто-то проиграет. Просто как играть, чтобы выиграть. И какой... Нет, через бывает. Извините. Да. Играют музыки в первую игру. Нет, при плохой игре, да, выиграть могут оба. Но в такого рода играх, где конечное число позиций, понимаете, есть такое понятие, как самая лучшая игра. Самый лучший способ. Потому что, в принципе, здесь конечное число ситуаций. И каждый раз есть самый лучший ход. Поэтому все-таки игра конечная. Значит, есть у кого-то из игроков выигрышная стратегия. Просто ее надо придумать. Мы сыграли игр 9, и первый всегда проиграл. Вот по первому позору. Но, а вы понимаете, сколько вам придется сыграть партии, если вы будете перебирать все подряд партии? Нет, ну хорошо. А результат? Должна быть выигрышная стратегия. Ставьте стартую в Ленин. А если он... А если он... Понимаете, выигрышная стратегия должна учитывать все варианты победения противника. Подсказка. Игровых задачах помогает идея симметрии.